Празднование Нового Года Мы решили поздравить псковичей с наступающими праздниками и поднять их новогоднее настроение. Автомобиль. Квартиру. Денег побольше. У меня все есть. Ничего, здоровье ребенка и семьи, все. Ну погоди, они там уже давно висят и уже, наверное, всем надоели. Не знаю, не видел. Волк и заяц. Ну погоди. Ну погоди. Ну погоди. Ой, я там не была. Я не знаю. Ну погоди. Волк и заяц. Ну погоди. В прошлом году, помню. Так я не ходила в этом году еще мимо. Без понятия. Курочка, ну погоди. Не помню еще. Какие-то там зайчики, белочки, лисички. Не знаю. Даже не знаю. Не обращали внимания? Не обращал, да. Не было в тех краях. Не прошло внимания. Оливье. А почему? Вкус такой у нас. Крабовый. А почему? Разнообразие захотелось. Столько лет оливье, надо на крабы переходить. Оливье. Оливье и шубу. Оливье, конечно. Почему? Традиция. Оливье. Не знаю, привыкла. Оливье. И тот, и тот. Очень люблю оливье. Оливье, да, это же как новогодний салат. Всю жизнь был. Я не ем оливье, там горошек. Были какой-нибудь другой салат, что-нибудь необычное, с фруктами. Не тот, не другой. А что будете делать? Что жена сделает? Ну, такие не будет. Майонезные салаты не будет делать. Почему? Да здоровый образ жизни. Наверное, крабовый салат. С красной рыбой. Расскажите рецепт. Ну, я еще пока до конца не придумала. Там будет красная рыба, какой-нибудь цитрус, яйцо и что-нибудь еще. Не знаю пока. Крабовый салат. Почему? Ну, оливье как-то не очень нравится. Оливье. Оливье. А у нас в семье, вон, как бы, самонравится, всем лучше. Ну, я бы не стала его приукрашивать. Почистить можно там, помыть. Это же Ленин. Он уже всегда готов к празднику. Цветочки бы повесил на нем и все. Обмотал бы гирлянды красного цвета. Пиджак поменяли бы. Да, и шапочку где-то морозом можно. Может, варежки с валенками. И халатик красненький. Какую-нибудь гирлянду, наверное, не знаю. А и что ее украшать? Цветы положить, да и все. Меня и так устраивает. Никак. Так бы я оставила. Пускай голый стоит. Я сам еще в армию вступал в коммунисты. И сейчас в коммунистах хожу еще, пока еще в партии, да. Не знаю, серпантину. Ну, гирлянды какие-то, да, такие только, конечно, цветного, этого, самого красного цвета. О, бандану какую-нибудь там, глаз один закрыл бы там. Ну, не знаю, что-нибудь повеселей. Или снес бы он нахер. Нельзя так с Лениным выступать. Живого? По интернету, в объявлении покупаем. Если только на рынке можно. У нас на даче есть на рынке. На рынке, наверное. Скажу, у фермеров какого-нибудь. Можно в Нью-Йоле, там есть фермеры, которые разводят кур. Да, знаю точно, да. Это только на самом центральном рынке. На Авито. Как говорится в ежегодном исследовании потребительских расходов Новый год и Рождество 2017, проведенным исследовательским центром «Делойт», россияне впервые за несколько лет не будут сокращать бюджет на Новый год. В этом году траты среднего россиянина на грядущие праздники составят 16 900 рублей, что на 2% выше прошлогоднего показателя. В этом году, как и в прошлом, самым желанным подарком остаются деньги – 67%, путешествия – 44% и смартфон – 41%. Однако желаемое не совпадает с действительным. 51% россиян собираются дарить шоколад и конфеты. В тройку лидеров также попали парфюмерия и деньги. Большинство жителей России называют самым важным праздником именно Новый год. По мнению экспертов, это связано с негосударственным смыслом праздника, ведь он посвящен частной жизни, семье и друзьям. А мы, в свою очередь, желаем вам приятных праздников и отличного настроения.